Бежали все от малого до великого. 5 января в нашем городе по праву можно назвать лыжным днём. Город принял открытые епархиальные массовые лыжные гонки. В этот день на лыжном стадионе любой желающий мог отметиться на лыжне в формате оздоровительных прогулок. На Кумертаускую лыжню приехали жители с разных городов республики. Во второй раз и впервые в нашем городе прошли открытые епархиальные массовые лыжные гонки Лыжня Салаватской епархии 2017. Право на проведение праздника лыжни наш город получил заслуженно. Мне сегодня приятно приветствовать всех вас на нашей обновленной лыжеролевной трассе в городе Кумертау, которую мы начали восстанавливать именно в 2016 году. Мне очень приятно, что именно вот эта лыжня, вторая лыжня епархиальная, проходит в нашем городе. На новой лыжеролевной трассе Борис Беляев провел экскурсию с ветерком для владыки Николая. Вместе они проехали на снегоходе. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить главу администрации Бориса Владимировича Беляева, а также администрацию города Кумертау и выразить надежду, что и в дальнейшие годы это спортивное мероприятие будет здесь организовываться. Очень хорошая трасса и со склонами, и подъемами, и с перепадами высот. Старт гонки был дан ровно в полдень. В программу соревнований вошло 4 забега. Один из них – так называемый ВИП-забег. Победил в этом старте уроженец города Кумертау Владимир Казаков. Стоит отметить, что Владимир традиционно участвует в этих соревнованиях. В прошлом году принял участие в первых епархиальных лыжных гонках в городе Ишимбай. Участвую в данных соревнованиях. В прошлом году в Ишимбай участвовали. Тоже понравилось. Но здесь на родной земле надо было выиграть. Впечатление положительное. Сейчас праздники. Настроение, само собой, поднятое. Хочу пожелать всем горожанам, чтобы занимались лыжами. Ну и приходили вот на такие соревнования, участвовали. Они настроение поднимают. Лыжи сами все поднимают настроение. Ну и всем хотел пожелать здоровья. Все призеры были награждены грамотами и кубками. Соревнующиеся боролись отнюдь не за награды. Главным все же было участие. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».